Так вот, если говорить, эта ситуация массовая, я имею в виду, что в массовом порядке дела, связанные с банкротством граждан, стали затягиваться на 6-10 месяцев неоправданно долго. При этом, я понимаю, если бы действительно это объяснялось сложностью реализуемого имущества, как, например, зарубежные трасты, недвижимое имущество, ну а если у семьи нет имущества и финансовый управляющий изо всех сил старается имущество, относимое к предметам обычной домашней обстановки, представить как роскошь, тоже телевизор, это спорный вопрос. Вопрос, имеет ли гражданин банкрот, право слушать новости, смотреть парад на Красной площади, президента слушать и так далее, или не имеет. Вопрос, то есть, риторический. Или, скажем, холодильник для молодой семьи, у которой есть ребенок малолетний. Холодильник, очевидно, нужно. Поэтому... На любом случае. Да, то есть, Верховный суд как раз-таки говорит, необходимо соблюдать баланс интересов между кредиторами и правом на достойную жизнь гражданина. Нельзя превращать в сама цель взыскания долгов. Это обзор судебной практики по делам, связанным с исполнительным производством. Но на деле, то есть на местах, как это принято говорить, у нас в массовом порядке от разъяснения Верховного суда суды отступают. И сейчас задача правозащитников заключается в том, чтобы постараться эти ситуации разоблачить и не допустить нарушения конституционных прав гражданина. Правосудие не должно превращаться в загадки сфинкса. Вот дела о банкротстве, если они воспринимаются... Попробуй угадай, вот тебе 99 вопросов, то есть 100 вопросов, если на 99 ответишь правильно, то мы тебя признаем банкротом. Если нет, то пеняй на себя. Конечно, здесь возникает большой соблазн для коррупционных проявлений. Да? В этом случае. И мы создали вот такой сайт бесправный должник.рф, Сергей Дмитриевич. Раньше он назывался банкрот один клик, но по истечении года работы над этим доменом пришло в голову более удачное название. Бесправный должник.рф, поскольку эти случаи имеют системный массовый характер, а приглашение к диалогу можно даже сделать в рамках уголовного производства. То есть те документы, с которыми запрещают создать препятствия вознакомления в рамках гражданского процесса, можем попросить изъять в рамках уголовного процесса. Конечно, эта мера рассматривается как более жесткая, но это закон. Наконец, если есть многочисленные противоречия в показаниях судьи, финуправляющего, оценщика, почную ставку, скажем из них, не можем получить ответ на вопрос в рамках заданного разъяснения. Тем не менее, в материалах дела есть существенные противоречия. Давайте в рамках уголовного зададим этот вопрос. Если кто-то будет препятствовать расследованию уголовного дела, опять же постараться получить эту информацию путем обращения к президенту России. Мы основываем вот эту позицию свою на законе. И в этом заключается сила этой позиции. Но постепенно я хотел бы с вами перейти, Сергей Дмитриевич, на, как это сказать, кейс равных отношений. Когда вот помимо участия государственных органов, здесь очень важен диалог. Если у вас остались силы, и если у вас нет вопросов по этой ситуации, пока нет вопросов. Вот следующий вопрос.